приветствую вас на канале вкусный уголок сегодня мы с вами будем делать бездрожжевую пасху в отличие от дрожжевого кулича бездрожжевой делается намного быстрее по вкусу ничем как бы не уступает поэтому давайте приступим для этого нам нужно 100 грамм изюма 150 грамм сахара 200 грамм масла или маргарина 150 грамм молока 4 яйца ванильный сахар разрыхлитель теста обсыпка для пасхи и примерно полкило муки и так приступим первым делом мы должны включить духовку чтобы она у нас грелась у нас должна быть духовка разогрета до 180 градусов теперь мы в мисочку ложим наше размягченное масло оно должно быть мягенькое мягенькое сюда же мы ложим наш сахар и перетираем масло сахаром добавляем ванильный сахар сейчас мы будем по одному добавлять яйца у нас их 4 но один белок я оставила для сахарной глазури по одному добавляем и взбиваем теперь сюда мы добавляем разрыхлитель теперь мы добавляем молоко так готово теперь нам нужно сюда добавлять муку мы берем ситочка муку мы будем сеять чтобы она набралась кислорода и пасхи у нас получились воздушные понемножку добавляем муки все тесто у меня получилось как густая сметана теперь мы берем наш изюм я его промыла и обсушила добавляем в него пол ложечки муки и перемешиваем чтобы наш весь изюм был в муке это нужно для того чтобы в наших куличах изюм не упал на дно а был равномерно распределен в тесте и добавляем его в наше тесто и ложечкой аккуратно перемешиваем все готово теперь можем наше тесто ложить формочки в этом году я буду печь в таких вот покупных формочках из бумаги сейчас посмотрим насколько нам хватит и выкладываем чуть больше половины в каждую формочку у меня получилось две формочки одна чуть меньше одна чуть больше и теперь мы ставим в духовку примерно на минут 40 вот наши пасхи они были в духовке у меня 55 минут теперь мы ждем пока они немного остынут и будем делать сахарную глазурь вот я отделила желток от белка и теперь мы будем взбивать наш белок до пышной пены очень густые вот когда переворачиваете они не выпадают и теперь мы будем потихонечку добавлять сахарную пудру буквально по одной столовой ложечки на один белок уходит примерно на стакан сахарной пудры и взбиваем еще добавляем ложечку и опять взбиваем и так взбиваем пока она не будет такая густая и когда пробуйте ее такая сладкая сладкая мы взбили у нас должна получиться вот такая гладкая тягучая смесь блестящая видите когда мы добавляем чайную ложку лимонного сока и еще раз хорошо взбиваем так вот такая у нас получилась масса она у нас блестящая гладкая не выливается она очень-очень густая теперь мы будем обмазывать наши пасочки наши пасочки остыли теперь мы берем вот так вот пасочку видите я я вот эту бумажку сняла которая на формочку в которой она была можно оставить берем и вот так вот аккуратненько сверху мы наносим нашу глазурь и посыпаем сверху нашей присыпкой со второй паска мы поступаем точно также пасочки готовы все теперь это глазурь немножко подсохнет и все так что приятно вот такая вот наша паска в разрезе так что готовьте с удовольствием приятного вам аппетита подписывайтесь на канал